Городские спортивные соревнования малыша Ада среди воспитанников детских садов прошли в спорткомплексе «Юниор». В финале свои силы продемонстрировали пять команд. Ребята участвовали в веселых эстафетах и сдавали нормы ГТО. На зарядку становись. Своё утро воспитанники из детских садов начали с легкой веселой разминки. Ведь впереди у ребят ответственные старты. Городские спортивные соревнования малыша Ада. Мероприятие прошло в два этапа. Полуфинал провели на базе детских садов. Из 15 команд пять лучших вышли в финал, который состоялся в спорткомплексе «Юниор». Состязания состояли из двух частей. Сначала команды участвовали в веселых эстафетах, где нужно было проявить ловкость, быстроту, сноровку, меткость и слаженную работу команды. Маленьких спортсменов поддерживали согруппники, воспитатели, инструкторы по физической культуре и родители. Вторая часть малыша Ады – сдача нормативов ГТО. В этом году внесены изменения в саму структуру программы фестиваля. Мы внесли несколько нормативов ГТО, потому что сейчас это очень важно, это необходимо, это является очень актуальным. Поэтому дети, уже приезжая в город Первомайск, представляя нас на областных соревнованиях, они уже знают, какие будут проходить нормативы, какие нужно сдавать нормативы уже на области. Участники прыгали в длину, делали наклоны и поднятие туловища из положения лежа на спине. Пока подводили итоги малыша Ады, в эстафетах попробовали свои силы запасные игроки. Также зрителям воспитанники детского сада подготовили творческий номер. Первое место в соревнованиях занял детский сад номер 9. Надо было разложить кубики в облач, а потом их собрать. Если кубик вылетает, это штрафной бал. Ну, может быть, у нас все получилось, но все равно хорошо. На соревнованиях нам было очень здорово. Почему вам удалось сегодня победить в вашей команде? Как считаете? Потому что Маша 30 с чем-то сделала на прессе. Потому что наша команда делала все быстро. Команда 9 детского сада теперь будет представлять царов на областных соревнованиях в Первомайске весной. Новые награды – отделение прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Со всероссийских соревнований в Иваново юные спортсмены привезли две серебряные медали. Новые награды Результат – победа на соревнованиях областного и федерального уровней. Всероссийские соревнования, которые проходили в ноябре, принесли Сарову две медали. На соревнованиях мне очень понравилось. Считаю, что прошло все. Ну, не совсем удачно, можно было лучше выступить. Там было весело и выступать было волнительно. Самое главное спасибо моему тренеру Анатолию Аркадьевичу Меньшени. Он мне помог сделать много элементов и победить. Всероссийские соревнования по прыжкам на батуте, акробатической дорожке, двойном мини-трампе памяти героя Советского Союза Сергея Люлина проходили в Иваново. В состязаниях приняли участие 312 спортсменов из 19 регионов России. Высокий уровень соревнований, серьезные соперники. Непростой задачей для саровских ребят было справиться с волнением и выступить достойно. Домой наши ребята вернулись с двумя серебряными медалями. На этих соревнованиях выступили более-менее нормально, я считаю. Могли и лучше, но это всегда так. Потому что соревнования эти считаются всероссийские, они в календаре у нас во всероссийском, официальные. Приравниться к первенству России. Сейчас юные спортсмены готовятся к первенству города, которое пройдет 8 и 9 декабря. Лучшие отправятся защищать честь города на областном уровне. Борцы школы ИКАР показали свое мастерство на соревнованиях всероссийского и областного уровней. Спортсмены вошли в тройку лучших на всероссийском турнире по боевому самбо и первенстве области по рукопашному бою. Борцы спортивной школы ИКАР стараются как можно чаще выезжать на турниры, чтобы поддерживать себя в форме, отрабатывать ошибки и учиться у других спортсменов. На выездных соревнованиях ребята бывают почти каждые выходные. Праздник 85-летия самбо соровчане отметили в Кстове на 10-м всероссийском турнире по боевому самбо имени пятикратного чемпиона мира Сергея Храмова. На соревнования поехали 15 борцов. ИКАРовцы показали отличные результаты и привезли серебро и две бронзы. Турнир оказался тяжелым и не обошелся без травм. У нас в одной из первых сваток наш воспитанник получил серьезную травму. Ну, сами понимаете, только-только начало соревнований, у нас еще почти никто не выступал, и сразу такая тяжелая травма. Боевое самбо, оно несколько отличается от спортивного. Там применяется и ударная техника, и обещающие приемы. Но травму он получил в результате, ну, так сказать, спортивного действия, в результате броска. Ну, бывает такое, у нас вид спорта такой, серьезный. На турнире в Кстове были представители со всей России. Тюмени, Ростова, Санкт-Петербурга, Самары и других городов страны и Нижегородской области. Максим Качев провел четыре схватки и занял второе место. Успехи делаю, наверное, в ударной технике. В борьбе не так уж и сильно получается. Ну, сейчас мы этим занимаемся, подтягиваем партер, броски. В основном ударная техника хорошо идет. У нас коллектив очень слажен, мы друг другу звоним, общаемся, занимаемся все вместе. Все у нас хорошо, слажено. Ну, тренировки тяжелые. Будем бороться дальше и тренироваться, чтобы выигрывать все турниры. Чтобы завоевывать медали, нужна большая предварительная работа. У борцов проходят почти ежедневные тренировки по 5-6 раз в неделю. Перед соревнованиями больше внимания уделяют технике и функциональной подготовке. Такой упорный труд дал свои плоды и на первенстве области по рукопашному бою. Саров завоевал 4 золота, 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Занял первое место, прошел, в принципе, хорошо. Ну, были, конечно, сложные противники, но опыт сыграл свою роль и умение, конечно. Поддерживая себя тем, главным лозунгом, что против себя выходит такой же человек, не робот. То есть он умеет все то же самое, что и ты. И как бы он не ходит естественное существо. И, в принципе, каждого человека можно, дай бог, победить. То есть все, в принципе, в спорте плюс-минус равны. Глеб Сухоруков на первенстве области занял третье место. На турнире Храмова спортсмен выиграл первую встречу, но вторую проиграл и получил травму. Первый бой прошел нормально, второй прошел уже хуже. Все-таки много ошибок и всех их нужно исправлять. Соперники, ну, тоже не... прям уж легкие, но и тяжелых особо не было. Шесть ребят, вошедшие на области в тройку лидеров, отправились на соревнования по рукопашному бою Приволжского федерального округа в город Уфу. Выпал снег, и теперь можно вставать на лыжи. Лыжные прогулки – отличный способ повысить уровень иммунитета, сделать физическое здоровье крепче. Такой вид физической активности закаливает организм, повышает выносливость, положительно влияет на дыхательную систему. Неспешные прогулки на лыжах оказывают организму несомненную пользу. Причем положительный эффект проявляется сразу в двух направлениях. Улучшается как физическое состояние, так и психоэмоциональное. Лыжные прогулки – замечательный способ повысить уровень иммунитета, сделать физическое здоровье крепче. Можно избавиться от склонности к постоянным простудам, закалить организм, стать выносливее. Даже неспешные лыжные прогулки влекут за собой расход большого количества калорий. В среднем за час катания сжигается 9 килокалорий на 1 килограмм веса. Вполне можно похудеть, катаясь на лыжах даже не спеша. Кроме того, укрепляются различные группы мышц, что придает телу рельефность. Любая активная деятельность положительно сказывается на дыхательной системе. Но важно на лыжных прогулках дышать правильно – носом. Тогда польза будет более весомой. Лыжные прогулки отлично вентилируют легкие, способствуют выводу из них вредных веществ. К тому же из-за активации кровообращения легкие и другие органы лучше снабжаются кислородом. В процессе ходьбы укрепляется костная ткань. Суставы поддерживаются в рабочем состоянии. Мышцы тренируются, укрепляются. Специфические движения, такие как толчки и скольжения, положительно сказываются на функционировании всего опорно-двигательного аппарата. Если на лыжах занимается маленький ребенок, у него быстрее формируется правильная координация движений. Активнее развивается костная ткань, скелет. Лыжные прогулки показаны и людям с заболеваниями позвоночника. Благодаря регулярной ходьбе можно избавиться от сколиоза, протрузий и прочих патологий. Лыжные прогулки – замечательная кардионагрузка, укрепляющая сердечную мышцу, активизирующая кровообращение. Для пожилых этот вид физической активности – отличный способ предупредить развитие артроза и прочих болезней суставов. Кроме того, прогулки помогают предупредить истончение костной ткани, избежать остеопороза. Что касается мышц, то ходьба на лыжах задействует практически все их группы, но особенно развивает мышцы ног и рук. А некоторые виды ходьбы активно задействуют еще и спину. Польза катания на лыжах состоит также в выводе из организма вредных токсинов, ядов и шлаков через потовые железы. Поскольку прогулка на лыжах предполагает обязательное нахождение на свежем воздухе, легкие активно насыщаются полезным чистым кислородом. Благотворно отражается этот вид физической активности и на состоянии кожи. Люди, регулярно занимающиеся лыжной ходьбой, выглядят гораздо моложе и свежее своих не столь спортивных сверстников. В процессе активного отдыха на свежем воздухе повышается выработка гормонов счастья – эндорфинов. И как следствие этого, после лыжной прогулки еще долгое время ощущается приподнятое настроение, даже если из дома вы вышли с прачными мыслями. Если вы еще не вставали на лыжи, то перед тем, как заняться этим видом спорта, неплохо повысить общие показатели выносливости. Чтобы выдержать даже часовую лыжную прогулку, нужно озаботиться укреплением дыхательной системы, выполнять регулярные упражнения на выносливость, координацию, заниматься бегом. Однако все эти занятия должны проходить без фанатизма, в общеукрепляющем режиме. Рекомендуется начинающим лыжникам больше заниматься пешей ходьбой. Это самый простой способ привести органы дыхания и кровообращения в порядок, укрепить мышцы. А если имеются какие-либо хронические заболевания или просто наблюдается неважное самочувствие, следует проконсультироваться с врачом. Прогулка на лыжах по зимнему лесу поможет замечательно отдохнуть и набраться сил для предстоящих трудовых свершений. Если человек работает умственно, то активная физическая деятельность на свежем воздухе – то, что нужно для переключения мозга и полноценного отдыха. Созерцание природы вокруг расслабляет и заряжает позитивом. Регулярные прогулки влекут за собой повышение энергетического уровня, прилив сил, улучшение работоспособности. После такого приятного досуга вы сможете более плодотворно работать, заниматься текущими делами, эффективнее решать проблемы. В подростковом, юношеском и молодом возрасте лыжи – прекрасный способ укрепить тело и дух. После 35 лет это еще и отличная профилактика всевозможных заболеваний, которые приходят с возрастом. На пожилых же людей лыжные прогулки оказывают терапевтический и общокрепляющий эффект, помогают предупредить развитие заболеваний связок, суставов, сосудов, костного аппарата. Лыжные прогулки по своей полезности приравниваются к плаванию и бегу. Кроме того, в зимнее время года это еще и один из самых доступных видов спорта. Однако иногда заниматься данной спортивной деятельностью нельзя. Противопоказания к катанию на лыжах следующие. Инвалидность, болезни сердечно-сосудистой или дыхательной системы, проблемы с позвоночником, патологии опорно-двигательного аппарата, ослабленный иммунитет, болезни суставов, недавно перенесенные тяжелые болезни, операции и беременность. Редактор субтитров А.Семкин